Слушай, Жень, ну сейчас такие интересные времена, я вот так смотрю. Войны и военные слухи, землетрясения по местам происходят, пробуждение началось в Америке, и знаешь, вот эти все события, они так, знаешь, тебя волей-неволей наталкивают на некоторые мысли. Я такая так, интересно, ну неужели я застану, когда Иисус придет, пока мы будем на этой земле? Или все-таки я думала, ну думаю, может быть, это лет 100-200, а иногда у меня такая мысль приходит, неужели, Господь, я застану эти последние времена? И вот у меня такой вопрос, как нам вообще расценивать то, что сейчас происходит, как нам к этому относиться? Ну, знаешь, я хочу сказать, сегодня действительно очень много говорят в интернете, много передач разных, я сама начала много этого слушать, потому что много говорят, да, и ты мне это все на слуху, ты начинаешь в это вникать, ну и я думаю, что не просто даже это на слуху, а мы начинаем, вот я лично наблюдаю свои внутренние перемены какие-то, да, и я начинаю ориентироваться на то, что там внутри происходит. И я стала чувствовать, то есть вот это было как раз перед Новым годом, у меня было ощущение, что я вообще просто, ну, внутренне умерла, как будто такое ощущение, что настала некая смерть, я вообще как будто себя чувствовала оболочкой, то есть я что-то доделала уже, какие-то дела перед Новым годом чисто вот на решение, и ушла, как я всегда говорила, на свой отпуск, да, переосмыслила, что-то думала, мне казалось, вот я потерялась вообще, что я все, что жила, как будто, как зазря, вся моя христианская жизнь, как будто я куда-то бежала, но никуда не прибежала, то есть вот что-то такие чувствования, я их записывала, я пыталась Богом об этом говорить, думала об этом, но и не могла понять. Единственное, что я, какой я выводы, какие я сделала, что, по сути, когда вот есть вот это, это надо проживать, мы пугаемся, мы переживаем, но это надо прожить, как бы прочувствовать, что с нами происходит. И вот я как бы день за днем, ну, тяжело, да, мне было очень тяжело, потому что я не понимала, я не понимала, что делать, как дальше двигаться, я не переживала так Бога, как вот мне казалось, да, этого я переживала, даже если были негативные события, Бог помогал мне, я его чувствовала, здесь вот какая-то тишина, и непонятно, что происходит. Ну, и потом как бы тихонечко началось вот новое дуновение, да, когда ты ждешь, да, в пустыне, ты, и там даже маленький ветерок ты ощущаешь, и вот это началось потихонечку, я начала это все как бы пытаться слушать, я поняла, что я только вдохнула вот этот ветерок, и я как будто бы опять побежала, и тут мне со мной Бог говорит, ну-ка, давай-ка, зайди за меня опять, дай мне этот мешок со своими делами, я так раньше жила, я вдыхала Бога, и опять куча дел, и я бегу, а здесь он меня остановил, со мной куча дел, и как бы тихонечко мне опять показал, что должно за него зайти. Я зашла, и опять успокоилась, а вот знаешь, самое страшное, это покой, у тебя много дел, тебе кажется, что-то там вот так, вот так, ну, начала слушать, учиться, пытаться, и вот слушала эти передачи о последнем времени, потому что я понимаю, что есть некий страх, то есть что я ощутила за это время, слушая эти передачи, у меня был страх, страх всегда событий негативные, они рождают некий страх, и вот эти события, допустим, как пандемия, война, ну что нам показали, что пандемия, она нас остановила, да, и она сказала нам о том, что все ваши планы, может в один момент все разрушится, да, ну вроде потом мы выпрыглись, тогда закончилась следующая ситуация, да, и мы понимаем, что мы как будто бы не властны своей жизнью, мы не можем планировать и там двигаться за этими планами, и к чему я говорю, к тому, что действительно мы должны были сделать такой вывод, что мы не властны, но власть им Бог, Бог знает, и когда я переинформатирую, я убираю свои дела, я начинаю больше познавать Бога, я понимаю, что что бы завтра ни случилось, я должна быть с Ним, и то есть в очередной раз, я когда слушала передачу о последнем времени, и вдруг внутри меня задался такой вопрос, что ты ждешь вообще, кого ты ждешь, какие твои ожидания вот сейчас, что ты вообще ожидаешь, потому что вот эти страхи, вот эти вот, ну, которые нагнетение, все, они поднимают твои эмоции какие-то негативные, и ты боишься, откуда-то опять берется страх смерти, там, страх потери детей, страх потери, там, я не знаю, того-того-того, и вот этот момент я остановилась, я была дома, села, и говорю, действительно, что я жду? Сегодня все ждут пришествия Христа, да, так много об этом говорится, но ждать его же можно по-разному, в принципе, в каждом веке люди ждали пришествия Христа, сейчас вокруг этого так много, почему так много? Потому что нам доступен интернет, мы везде об этом слышим, представь, что если бы мы не были отрезаны были от интернета, от всех вот этих вот передач, от каких-то, что ты внутри чувствуешь? Действительно ли, да? И вот эти отношения с Богом, сам Бог бы тебе говорил, а представь, как все замолчит, кто с тобой будет в этот момент разговаривать? Если сегодня ты не наладишь вот эту связь с Богом, с небесами, то если момент произойдет, когда все в эфире замолчит, какие голоса ты, кого ты услышишь? И знаешь, так интересно, я села, думаю, хорошо, я жду Христа, все по-разному его ждут, кто-то боится, кто-то что-то копит, кто-то что-то куда-то там делает, и я увидела, мне на память всплыла мысль, стих, да, вот это местописание, я хочу его зачитать, может быть, не весь, но начало, это Луки, 19 глава, с 11 стиха. Когда же они слушали это, ученики слушали, да, Иисуса приросокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. То есть, по сути, ученики ожидали Царства, в каждом, не знаю, эпохе люди ожидают, ожидают, ожидают. И он начал рассказывать, да, и так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе Царство и возвратиться. И мы помним эту историю, в принципе, да, мы параллель проводим со Христом. Знатный человек ушел и дал распоряжение людям. Кому-то дал 10 мин, кому-то 5, и кому-то 2, да, и каждый там историк, кто как их приумножил. 10 он приумножил, 5 он приумножил, а последний из-за страха, что он сделал? Он спрятал. И я себя увидела вот этим последним человеком, что из-за страха я как будто бы остановила свое движение. Я начала ломить себя на мысли, что, ну, зачем это делать, если все равно Иисус придет, а зачем я буду вот то делать, если Иисус придет? То есть вот это вот ожидание вот этого пришествия, я как будто парализовалась. Я перестала делать какие-то вещи, ну, либо, по крайней мере, мысли какие-то вот такие. Да зачем вот в это углубляться? Зачем сюда тратиться? Да зачем вот то, вот то? Ну, все равно Христос скоро придет. И я поняла, какая-то ошибка. Ну, и я вспомнила, начала как бы об этом молиться, и Бог как будто бы мне вернул на начало. Я вообще так-то думала, что как будто, вот почему я говорила, что как будто моя христианская жизнь, я прожила, и все зря. И я начала думать, с чего я вообще начала? Он как будто вернул мне на начало. Какие-то чувствования, воспоминания, что было в первом году моей христианской жизни. И я так вспомнила, поделюсь интересными моментами. Тогда еще были кассеты, и я помню, мы смотрели вот эти «Евангелие» там от Луки, «Евангелие» от Матфея, блин. Я даже сейчас не вспомню, какой именно фильм я смотрела, но именно вот эти вот какие-то картинки, они стали для меня фундаментальными. Вот прям сюжеты из этих фильмов. Я вспомнила одну такой сюжет, конец был фильма, и Иисус шел, уходил, когда он что-то сказал, да, и пошел. И он в последний момент оглянулся, вот это его улыбка, и он так вот махнул рукой. И вот этот кадр, он до сих пор у меня. Это о чем я, я начала вспомнить, а что я тогда пережила? Это то, что Иисус меня позвал за собой. Я настолько глубоко, он говорил со мной через вот этот сюжет, я поняла, что я была в его плане. Тогда и он позвал меня за собой. Второй, помню, момент был тоже какой-то «Евангелие», когда Иисус шел по дороге с учениками, лежала за ним женщина, которая кричала, помилуй меня, да, моя дочь беснуется. А он шел, я помню его лицо, не знаю, то представь, как вот режиссер так сделал, но для меня это было как сам Бог, я видела в этом. Он шел, она кричала, он даже не поворачивался, и ученики начали говорить, отпусти ее, а то она идет за нами, кричит. И когда он говорит такие слова, что нехорошо взять хлеб у детей, да, и отдать псам, и в этот момент женщина падает на колени и говорит, даже псы едят со стола, да, кровь, которые падают на пол. И в этот момент я увидела лицо Христа, он улыбнулся, у него была такая улыбка, он так ждал этих слов, он так ждал этой веры, и эта женщина, она сказала, и это для него было, он как будто вдохнул какой-то аромат, и он опустился на колени вместе с ней, сказал, вера твоя спасла, да, тебя. Вот эти моменты, это для меня пять ключевыми, что он не безразличен к нам, что он ждет от нас вот этой веры, вот этого смирения, да, ожидания, что он настолько сразу раз вот он все сделал для того, чтобы она была исцелена, восстановлена, ее дочка, там все. Это было, до сих пор я помню этот момент, и еще один момент, я помню, это фильм был Иеремия, для меня, конечно, это было великое потрясение, этот фильм, потому что, я вот помню моменты, которые я сделала выводы из этого фильма, Бог все время ему говорил, я с тобой, посылал его когда-то, я с тобой, я тебя не оставлю, иди туда-туда, а он поставил в кандалах, в каких-то ямах, в грязи, так как так-то, что Бог с ней, а он в разных событиях, для меня это тоже стало неким, таким откровением, что не важно, что ты проходишь, если Бог с тобой, ты в воле Божьей, ну, то есть, это не просто, я тогда получила, что Бог это не праздник, и не богатство, и не какой-то успех, который мы как-то... И когда все хорошо. Да, и когда все хорошо, и что-то, и что-то это другое, потому что вот это, как бы была волна, что Бог это вот успех, мы должны куда-то стремиться, что-то достичь, кем-то стать, и вот мы такие должны быть, и вот такие должны быть, если ты вот это вот, не дорос, не догнал, то с тобой Бога может быть и нету даже, ну, как бы такие речи звучали в моем, вот, в христианском, да, я слышала это, я всегда страдала от этих вещей, недавно слышала, Богу может быть нужен как раз маленький такой человек, или вот так думающий, или вот вообще, ну, не думающий, а чтобы через него явилась слава, то есть, Бог же использует любого, такой какой ты есть, Он может все повернуть во славу свою, через тебя будет прославлено, и знаешь, вот эти вещи, которые люди говорят, и они становятся, у нас фундаментальны, может быть, вообще не Божьи, да, и я как будто вернулась назад, и я вспомнила вообще, что Бог говорил мне, что Он обещал, какие обетования давал, к чему Он меня призывал, да, и что может быть стерлось мною из-за того, что мне не людей, да, что может быть люди ограничили во мне, да, в моей вере, в хожении за Богом, вот это все как будто обсыпалось, и Он, вернув меня назад, теперь говорит, а давай вот теперь, я и ты, мы заново вот это начнем, пусть это не заново, я уже как бы познала Бога, но в четком послушании, в смирении, и для тебя уже не важно мнение, ты прошла свой экзамен, да, ты уже научилась прощать, ты научилась любить, какие-то вещи ты можешь уже, и сегодня для тебя вот, давай я и ты вместе опять начнем, и я поняла, такое откровение получила, хорошо, последнее время, хорошо, Иисус придет, хорошо, мы все перейдем, то есть, соответственно, мы умрем, да, и перейдем в некую другую субстанцию, там все, люди перед смертью, они делают самые важные дела, я приняла решение, что я не буду тем человеком, который из-за страха закопал, даже если суждено, даже если это последнее время, даже если нам придется всем столкнуться с этим, и я хочу в это время сделать самое важное, к чему Бог меня призвал, не стесняться этого, не уже не попадать под влияние людей, под мнение, под какие-то непонятные учения, я хочу, чтобы я и он, и я вот, он как будто, он убрал, опустошил меня, полностью, и сейчас заново меня учат, как будто жить, но уже, вот с этими глубокими, когда-то тогда вложил в меня, я думаю, что сейчас для многих людей, многие, может быть, переживают такие же моменты, пусть это все останется, вот шелухой, но он вернет тебя изначально, что он обещал тебе, для чего он именно тебя призвал, к чему, я хочу об этом говорить, я хочу об этом думать, и так поступать, как ждать, вот так ждать, исполнить его волю, потому что даже если ты веришь, что в последнее время, я не хочу бояться, я хочу приумножить, чтобы принести, прийти к Богу, не как лукавый раб, который из-за страха перестал что-либо делать, а наоборот, возрожденный, который верующий, который пойдет до конца. Я думаю, Иисус говорил, сейчас маленько дополню своими переживаниями, что Иисус говорил такие вещи, чтобы церковь, в принципе, церковь не знает ни дня, ни времени конкретного, но тем не менее, да, мы не должны этого знать, но тем не менее, признаки Иисус нам обозначил. Я не знаю, сколько этих признаков уже было на этой земле, но я думаю, знаешь, лично в моей жизни они сыграли некую роль. Я понимаю, что вообще еще, я, во-первых, поняла, когда я испытала некий страх, о котором ты говоришь, о пришествии Иисуса, а готова ли я, не готова. А вот у меня же дети, а неужели я не увижу своих внуков, то есть такие мысли даже меня посещали, а неужели вот весь мой привычный мир, он изменится. Иисус, я не готова, вот первое мое было. И я понимаю, насколько важно нам вообще к этому событию подготавливаться, каким образом. Иисус говорит, оставляйте все здесь, то есть ваша душа должна быть привязана к небесам. Вы всем своим естеством, вся ваша жизнь постепенно, шаг за шагом, должны привязываться к небесному. И я поняла еще, насколько много еще у нас привязок к этой земле. Наша душа еще здесь, она тяжелая. Вот Бога, я пустошала, пустошала, пустошала. Да, и когда ты вот это узнаешь, во-первых, да, некая трезвость приходит, приходит, и понятно, да, вначале это страх, и началась такая некая внутренняя работа. И знаешь, и потом вот я помню, дошла до такого этапа, когда я обрела Божий мир в этом, во всем, что бы ни происходило, я говорю, Иисус, я хочу тебя с радостью встретить, с миром, то есть мое состояние, я не должна в страхе. И то есть некая такая, знаешь, произошла внутри меня работа, она и проходит, конечно, по сей день, и будет еще проходить. Но, по крайней мере, сегодня внутри себя, я думаю, даже если это конец, у меня внутри такое тепло разливается, и радость в ожидании того, кто за мной придет. То есть я не хочу в ужасе. Знаешь, Библия говорит, что люди в последние времена будут в страхе прятаться в скалах, ожидая, ожидая суда, ожидая Божьего гнева. Но мы не должны, даже если мы еще как-то, я не знаю, как Иисус нас будет забирать, как это все будет происходить, но мы должны внутри себя носить Божий мир, и мы должны быть, может быть, кому-то руку протягивать и кому-то рассказывать, что есть Иисус, и Он скоро придет за нами, чтобы мы должны вот так вот собирать этих людей, искал будем, но если мы сами живем в страхе, насколько мы это сможем сделать. И поэтому, да, и вот сегодня внутри меня, конечно, уже не меняется вот это состояние, уже знаешь, где-то там землетрясение, там землетрясение, но внутри какое-то вот начинает разливаться тепло, радость, ожидание Иисуса. И я говорю, Иисус, что мне нужно сейчас делать? Что я могу сделать, даже если это последнее время? Не последнее, а не важно. Я хочу сегодня, ну как-то вот, что ты хочешь от меня, я должна сегодня это делать. Интересно, вот в этом опустошении, я поняла, что когда Бог начал все опустошать, я понимаю, поняла, что мне настолько нужен Бог, что я готова от многих вещей отказаться, когда Он убирает свое присутствие, как бы ощутимое, да, и ты не понимаешь, что делать без Него, ты начинаешь искать Его, ты понимаешь, что это вот Он, тот ориентир, тот маяк, та звезда, к которой ты должен ориентироваться. Вот это вот, знаешь, когда вот Бог, помнишь, как Петр говорит, Иисус, если это Ты, вот в этом времени, давай так посмотрим, да, вот буря, мы на корабле, и ты говоришь, Иисус, если это Ты идешь, скажи мне идти, скажи мне встать, и Петр вышел и встал, и он смотрел на Христа, и он мог идти, но только он опять на события посмотрел, и начал тонуть, и вот если мы себя увидим, Иисус, где Ты, вот эти твои признаки, где Ты, скажи мне идти, встать на воду, да, вот во время того шторма, чтобы я стояла и не тонула. Да, поэтому не бойтесь, нам нужно реально готовить свое сердце и смотреть на Иисуса. Аминь. Аминь.